Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкина. Здравствуйте. Смотрите выпуски. Дмитрий Медведев вновь в Барнауле спустя 8 лет. Непопулярное, но верное решение. Так министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин прокомментировал режим ЧС в Бийске. Юрлицы Барнаула вывозят мусор за чужой счет. Как работают нарушители? Дмитрий Медведев вновь в Барнауле спустя 8 лет. В краевой столице он приехал из Новосибирска поездом. Председатель правительства России в данные минуты общается с губернатором края Виктором Томенко. За их встречей наблюдают и наши корреспонденты. Подробнее мы расскажем завтра. А вот кто надеется на помощь Медведева? Какие вопросы интересуют самого председателя правительства? И чем должен отличаться этот визит от предыдущего? Знает Андрей Дреер. В Барнаул ласточкой. Знак того, что будут обсуждаться вопросы развития железных дорог. Но это только одна из ключевых тем. Приезд Медведева это попытка правительства к концу года все-таки понять, что происходит с национальными проектами. И главное, именно узнав на территории ситуацию, попробовать вывернуться из этого. Ну и я думаю, что все-таки аграрии края с надеждой ждут этот визит. У нас всегда привыкли ждать от приезда первых лиц хоть что-то. Политолог уверен, что сельхоз предприятиям в крае приходится не сладко. Давят и высочайшие затраты на электроэнергию и география. Слишком большое, как говорят бизнесмены, транспортное плечо. Доставлять груз из региона дорого. Так что, возможно, аграрии действительно ждут от председателя правительства конкретных шагов. А вот барнаульцы Медведева не очень ждут. А вы знаете, что Дмитрий Медведев сегодня приезжает в Барнаул? Нет, не знаю. Даже не слышали? Вообще не слышала. Но вы же знаете Дмитрия Медведева? Да. Но про приезд не знаете? Нет, не знаю. Нет, мы не знаем. Правда не знаете? Правда не знаю. Вы знали? Откуда узнали? В инстаграме прочитала. А вы не знаете, что Дмитрий Медведев сегодня приезжает в Барнаул? Да вы что, нет. Про фиксиков знаем, про Медведева нет. Ну вот, кстати, к этому приезду Медведева, в отличие от предыдущего, в 2011 году, город вообще никак не готовит. Как мы видим, никто нигде не вешает фальшфасадов. И вот мы в обед снимаем в центре города. И даже здесь Ленинский проспект не перекрыт. И, кстати, вот так много снега и ветра надули, потому что Медведев в Барнауле. Моё неудачное двустишье – дань флешмобу, который захватил Твиттер в предыдущий визит Медведева. Так в 2011-м благодаря Дмитрию Анатольевичу развернули течение АБИ, состернули чехол от сума, а барнаульские дети уснули вовремя. В том же году бывший президент встречался с бывшим губернатором Александром Карлиным. Говорили о процветании аграрного региона. О том же Медведев говорил на встречах со студентами. У вас огромная территория с колоссальным потенциалом. Причем край-то ведь на самом деле очень интересный, потому что у вас и сельская хозяйство блестящая разница, и в то же время интеллектуальный потенциал. У вас очень большой, красивый и богатый край. По словам политолога Константина Лукинау, председателя правительства, низкий рейтинг. Но эта поездка по Сибири, незадача его повысить. Ведь выборы не скоро. Поэтому можно надеяться, что в 2019-м визит Дмитрия Медведева на Алтай будет отмечен больше содержательными, нежели формальными встречами. Где брать деньги и за что держаться, узнаем совсем скоро. Путь премьера лежит в Санниково. Андрей Дриер, Алексей Фризин. День с толком. Дмитрий Кобылкин. В данном случае до разрешения вопроса с региональным оператором в работу должны включиться муниципальные или региональные службы. Потому что два или три дня бездействия действительно могут привести к мусорному коллапсу. И, конечно, недопустимо, когда спор двух хозяйствующих субъектов становится причиной ухудшения положения во всем городе. Все спорные ситуации должны решаться без ущерба для населения. А между тем в Наукограде вывезли уже две несанкционированные свалки из семи. Напомним, накануне в Бийске объявили режим ЧС из-за огромных куч мусора вокруг контейнерных площадок города. Мусор вывозили плохо, так как руководство рекоператора и полигона не могли сойтись в расценках. В итоге сейчас свалки ликвидируют мэрии. Ей нужно вывезти с улиц города больше 40 тонн отходов. Ситуация на контроле краевого правительства. Не просто спустя почти год мусорная реформа проходит и в Барнауле. Тысячи владельцев киосков и магазинов краевой столицы ежедневно засоряют мусорные баги жилых домов. Из 40 тысяч юрлиц в Барнауле только 5 тысяч заключили договор с рекоператором на вывоз своих отходов. Почему за халатность других переплачивают обычные барнаульцы, расскажет Ирина Корчагина. Вот это мусор дома ремонт делаю, все собрал, там весь хлам. Вы должны эти отходы вывозить на полигон, потому что это стоительные отходы. Я не с вами разговариваю, извините. Домашний хлам – это всего-то несколько кубов мусора. Шины, провода, крупные стекла, а еще килограмм овощной кожуры, бутылок и упаковок. Как будто мусор из дома не выносили несколько месяцев. Хватит заполнить целый бункер. Контролирующие органы подозревают, что это нелегальный перевозчик мусора. Они приезжают с магазинов, с базаров, коробки всякую, шваль. Ну и ломают окна, тоже привозят, все сваливают. Мусор весь разлетается по всей Богороди, в ограду. Вместо того, чтобы увезти отходы на полигон, черные перевозчики просто скидывают мусор в контейнеры жителей домов. Таких людей нанимают юридические лица, у которых нет договора на вывоз отходов с рекоператором. По имеющейся у нас информации, в городе Барнауле ведут свою деятельность порядка 40 тысяч юридических лиц. А на текущий момент заключено всего около 5 тысяч договоров с юридическими лицами. Это значит, что каждый день в Барнауле владельцы тысяч киосков и магазинов скидывают мусор в контейнеры жилых домов. Часто из-за этого мусорные площадки превращаются в свалку. А главное, что перенакопление отходов может привести к увеличению тарифа. То есть захламляют контейнеры нелегальные мусороперевозчики, а переплачивают жители. Те, кто привык, что за них платят другие, вывозят мусор не только в контейнеры, но и в лес, а также вдоль берега Аби. Это свалка за новым мостом. Здесь старая плитка, доски, мешки. Нелегальные мусороперевозчики готовы вывезти все, что угодно. Хоть чугунные батареи, диван или шифер. Из дома, офиса, садоводства лишь бы платили. Звоним по первым попавшимся объявлениям. По легенде, нам нужно избавиться от строительного мусора. На миссии разберемся, а грузчики по 500 рублей примерно, это 2500 минимум. Полторы тысячи будет машина и 500 рублей услуги. А вывозите вы на полигон или куда? На полигон. На деле за такую цену мусор даже не доезжает до полигона. Кстати, при заказе услуги по вывозу отходов можно требовать документ, подтверждающий оплату утилизации на полигоне. Иначе ваш мусор может оказаться в лесу или на берегу Аби. И за это, кстати, грозит серьезный штраф. У нас с вами в июне 2019 года вступили поправки в административный кодекс, который предусматривает серьезные штрафы для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, которые складывают отходы не по назначению. У юридического лица вплоть до приостановки его деятельности на 90 дней. Чтобы поймать за руку нечистых мусороперевозчиков, достаточно снять на камеру, как где-то выгружают строительный мусор, мебель, бытовую технику, ветки деревьев и отправить на почту рекоператора. Ловить нарушители теперь будут и на регулярных рейдах. Так что теперь случайно растерять мусор по дороге на полигон теперь будет сложнее и дороже. Ирина Корчегина, Алексей Фризин, Николай Шелко. День с толком. В некогда скандальном детском инфекционном отделении горбольницы номер 12 заканчивает капитальный ремонт. Пациенты именно этой больницы часто жаловались на нечеловечные условия лечения. А все дело в том, что ремонт не проводился ни разу за 12 лет. В этом году власти выделили круглую сумму на реконструкцию отделения. В почти преображенной больнице побывала Валентина Аскерова. Там больной находится, который берет заразный источник инфекции. Сюда поставили, закрыли. А такие шлюзы были раньше? Да, только деревянные. Деревянные шлюзы еще полбеды. От инфекционного отделения приходили в ужас все барнаульцы. Свои недовольства не выплескивали в соцсетях. Народный гнев продолжался 12 лет. И лишь этой весной на капремонт инфекционного отделения край выделил 32 миллиона рублей. Сейчас осталась пятая часть работ. Заменили крышу и полностью вся инфраструктура внутренняя. То есть замена отопления, вода, холодная вода, горячая вода, кондиционирование. Все новые окна, стекла, двери. Количество коек оставят в прежнем 60. Изменения коснулись и внешней части учреждения. Так уже завершили благоустройство территории вокруг 11-12 горбольницы. Кстати, на эти цели потратили вдвое больше – почти 73 миллиона краевых средств. Порядка 300 саженцев. И кустарник тоже многолетний, который по весне уже зацветет. Порядка 500 корней всяких разнообразных, вот вы видите вдоль бордюров. Это по земельной составляющей. Естественно, освещение, столбы, фонари, провода. В круглую сумму обошелся еще и новенький асфальт, автоматический шлагбаум и парадный оранжевый забор. Но всю эту красоту пациенты увидят намного позже самого открытия. Отделение начнет функционировать уже в начале следующего года. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком. Отсутствие солнца, уже почти сугробы, снега, настроения нет. Осенне-зимняя хандра – так называют подавленность в межсезонье. Этим страдает каждый второй, но психиатры считают, что за этим чаще всего скрываются более серьезные психические проблемы. Какие? И почему большинство уверено, что ходить к психиатру стыдно? Расскажет Полина Жданова. Я наблюдаюсь у психиатра больше двух лет. Изначально обратилась с признаками осенних хандры, а оказалось, что проблема гораздо глубже. Поэтому мне назначили специальную терапию. И я не понимаю, почему должна этого стыдиться, если лечение приносит мне пользу. Однако в России еще очень слабо развита культура психического здоровья. И чаще всего человек просто замалчивает свою проблему и терпит, пока его состояние не достигнет критического пика. Вон там она ходит внизу. Кто? Ну, Оля Мухина, которая. Ее отлавливать, она вам сейчас все расскажет. Так Оля Мухина, это вы? Не, Ольга Фанасина Мухина. Да. Рассказать, где родила? В Сибири, в городе Тоборске. Маша Краспутин, вам спела? Да. Это я. И Гришка Краспутин мой отец. Пардонки. Это пациентка с шизофренией. И многие думают, что психиатры лечат только такие болезни. Но это не так. Упадок сил, трудное пробуждение по утрам, потери интереса, апатия. Это тоже звоночки для обращения к психиатру. Возможно, это не просто сезонная грусть, а настоящая депрессия. Вот когда психиатр и психолог беседуют напрямую с пациентом, тогда появляется, так сказать, ясность, уровень поражения. Существует оно или нет. Можем ли это констатировать, невротическую депрессию или другую депрессию. Есть еще ведь, между прочим, маскированная депрессия, которая проявляется косвенными признаками. И, в общем, человек, скажем, не дает таких прямых жалоб. Перед походом к психиатру или психотерапевту нужно исключить другие заболевания. Упадок настроения или его перепады могут быть гормональными сбоями, проблемами с щитовидкой, даже началом сахарного диабета. А может, обычным дефицитом витаминов. Причину определит анализ крови. Ну, вот к жизненно важным вещам относятся, если мы говорим про витамины, я уже сказала, что это витамины группы В и витамин Д. Если мы говорим про микроэлементы, это магний, йод, кальций, железо. Особенно для девушек это актуально, дефициты железа. Допустим, физических заболеваний нет, значит, нужно идти к психиатру. Часто признаки так называемой осенней хандры – симптом более серьезного расстройства. Его лечит медикаментозно. Кстати, вред антидепрессантов – миф, утверждают психиатры. Если человек страдает сахарным диабетом, предположим, то он принимает гипогликемические препараты всю жизнь, он этого не боится. Если у него гипертоническая болезнь, он должен принимать гипотензивные препараты всю жизнь. Почему-то предубеждение существует по поводу центральной нервной системы, которая, в принципе, отвечает за все системы и органы. Боя с антидепрессантов не нужны. По теории, невроз есть у каждого в той или иной форме, а в осенне-зимний сезон он проявляется особо остро, потому что организму не хватает тепла и света. Так что, если плохое настроение с вами больше месяца, а развлечения и приятные события не приносят радости – перестрахуйтесь. Посещение психиатра так же не стыдно, как и визит к любому другому врачу. Полина Жданова, Александр Антропов. День с толком. В завершении выпуска немного о погоде. Которая только в середине ноября порадовала первым мобильным снегопадом. Синоптики передают, что осадки продолжатся и в ближайшие дни. Город встал в первые зимние пробки. Их уровень достигал 8 баллов. Так что, советуем вам планировать на дорогу больше времени и быть осторожными во время движений. А лучше сегодня прогуляться по городу пешком, ведь он сегодня особенно красив. Музыка. 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 Через несколько секунд еще немного о погоде. спонсор прогноза – компания «Эвалар». Спасибо, что остаетесь с нами. До встречи.